После нелегкого пути мы все-таки добрались до наших ребят. К сожалению, Кин и Мумино не смогли приехать со всей командой, но уже находятся в пути в Берлин. В конференц-зале собрали все команды для того, чтобы рассказать о планах на период проведения турнира и также объяснить правила и условия для игр. Кин и Мумино не смогли приехать. Так как были проблемы нереальные с визой, им задерживали визу где-то 15 дней и в итоге они получили около 5-6 отказов. И после шести приглашений от организации, отеля, ESL, они все-таки получили одобрение и уже находятся в Берлине. И вот я сижу, жду ребят в лобби и у меня есть, что им дать, когда они приедут. Это, конечно же, мерч ребят новый, свеженький, прям нетронутый еще. И, конечно же, официальные правила проведения турнира и приложения к ним, с чем, в принципе, они обязаны ознакомиться. Подготовили симки для каждого, так как в арене не будет Wi-Fi на месте проведения, поэтому как-то нужно коммуницировать с командой, да и со всеми, в принципе. Я поймала его, наконец-то. Ну что, ждешь своих собратьев? Да, конечно, жду, потому что это была очень счастливая новость, что они получили визу сегодня и то, что они сегодня прилетают. Очень ждем, очень ждем. Объясни подробно, какие проблемы у вас возникли с визой? Как мы поняли, консульству не понравилось приглашение, то есть то, что ребята летят в Германию по приглашению от корейских разработчиков. И в связи с этим был отказ, как мы поняли. Как вы это вообще все решили и сколько отказов, в принципе, было? Я слышала, там вообще порядка 4-5 было отказов подряд. Отказов было, да, где-то вот так вот, но где-то дней 15 они делали визу. То есть это было очень проблемно, но все-таки мы там достали нужные приглашения. Спасибо Министерству иностранных дел Казахстана, что они подключились, помогли нам, помогли ребятам получить визы, оставили письмо. Спасибо Федерации Киберспорта Казахстана, которая тоже подключилась, помогло. Это очень зарешало и благодаря им наши ребята сейчас будут здесь и мы будем говорить полным составом, что очень хорошо. Как вообще это повлияло на тренировки? Было ли у вас время вообще на тренировке? Время было, мы тренировались, ребята играли из Казахстана. Я был на буткемпе, Алексей Ануктив приехал на буткемп почти под самый вылет. Такое бывает. В итоге на буткемпе был только один я, но уже когда прям сильные напряги были с визами, к сожалению, наши ребята не тренировались, больше уделяли индивидуальной игре. Слишком жестко. Наконец-то они в команде. Багаж потеряли. Сказали, багаж будет завтра. Все четко, так и должно быть. Мы верили, это все, это судьба. Короче, устали нереально. Как вы? Летели 7 часов? 8. В отделе получили визу. Чемодан потеряли. Заполняют как раз-таки документы, что ребята приехали, зачекинились. Сейчас получат мерч от папга. Вот-вот он вот под камерой. Братан чисто меня снимает. Да-да, вот он, короче. Мы же там реально мертвяки, а есть там? Да-да. Че-че-че. Я там, да-да. Вы едете в арену и там завтрак. Варенье, да, там. Че-че-че. Что-нибудь? Танки, грязь, они боятся. Они все сделали, чтобы просто не попали. Папарацци. Все. Ну я через Мексику все, до полурина. Да на, вспомни, Катан. Катан, вот смотри, Талик. Это наш уме. Мы здесь живем, Катан. А почему они так делают? Я еще говорю, а не Талик, а что же? А этот тормоз такой идет и такой... Давай, если Талик, то я... Мы решаем траблы с номером, так как нам дали... Ну как нам, Жану и Адлету дали номер их команды, что очень странно. При этом сказали, это абсолютно новый номер. Аллилуйя. 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 Жан, Адлет, пойду. Аллилуйя. Аллилуйя.